Парк культуры и отдыха радушно принимал в своих тенистых аллеях ценителей активного, интересного, разнопланового отдыха. Встречать День независимости в белорусских народных традициях предложили здесь брещанам и гостям областного центра. Пока со сцены звучат мелодичные напевы известных хитов, на трех аллеях развернулся городок мастеров области. Своё самобытное творчество здесь представили ремесленники. Сувениры на любой вкус. От незатейливых магнитов до настоящих произведений искусства в глине, соломе, на льне. Конечно, особое внимание привлекают исконно белорусские сувениры, традиции создания которых уходят своими корнями в далёкое прошлое. Это старинная народная игрушка «Горка» называется, или-то «Потушки по-народному». Когда-то Агния Барто по такой игрушке написала своё стихотворение. Идёт бычок качается, вздыхает на ходу. Вот досточка кончается, сейчас я упаду. Только по этой досточке ходил бычок. А потом, позднее, стали делать различные другие игрушки. Мы попытались возродить эту традицию и сделали пока только несколько таких игрушек. Очень нравится детям. Дети приходят и дома, и взрослые играют, снимают напряжение, снимают усталость, просто настроение поднимается сразу. Параллельно с работой города мастеров, спортивных и музыкальных площадок, в другой части парка с особым трепетом ожидали и дети, и взрослые открытие нового колесообозрения. Аттракцион по многим параметрам существенно превосходит своего предшественника. Он стал выше, комфортабельнее, интереснее. Это не раз подчеркивал во время торжественного открытия мэр города Александр Рогачук. Дорогие друзья, вы, наверное, согласитесь со мной, что какой бы ни был красивый парк, если в нем нет колесообозрения, он какой-то немножко незаконченный. Вот, понимая это, год назад мне было поставлено задачей демонтировать ту конструкцию, которая давно уже была самортизирована, и найти варианты хорошего замещения колесообозрения большим и более красивым форматом. Я очень рад, что сегодня у нас в Бресте второе в Республике Беларусь по размерам колесообозрения. Ни один областной город не имеет такой красоты 40-метрового. У всех так и осталось 28 метров колесообозрения. Поэтому замечательное, хорошее событие. Очень здорово, что оно будет работать круглогодично. Здесь есть специальные кабинки с подогревом. Но мы на этом останавливаться не будем. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы в нашем городе было как можно больше мест для отдыха. Для отдыха с детьми прежде всего. Испытать, что называется, на себе. В первое путешествие градоначальник отправился вместе с представителями вертикали власти. Уникальная природа, удивительная архитектура областного центра и даже отдельные виды соседствующего с Брестом Тересполя. Все это могут увидеть брещане, поднявшись на высоту. Панорамный пейзаж открывается перед теми, кто поднялся на высоту 40 метров. Именно такая высота нового колеса обозрения, кабинки любого комфорта и удовольствия только высокого класса. Под впечатлением от увиденного на высоте и мэр города Александр Рогачук. Своими эмоциями и ощущениями он поделился с журналистами. Замечательный комфорт, потому что круглогодичное использование этого аттракциона позволит, во-первых, его быстрее купить и получать ощущения в этом парке в течение всего года. Понимаете, это очень здорово. Ощущения превзошли ожидания. Теперь новое колесо обозрения станет очередной достопримечательностью Бреста. По высоте в Беларуси оно уступает только столичному. С первых минут открытия оно получило особую популярность среди отдыхающих. Аттракцион оборудован особой красочной подсветкой, оценить которую жители и гости областного центра смогут в темное время суток.